Благоустройство Крымска затянулось. Об этом шла речь на совещании, что проходило в стенах районной администрации. С подрядчиками Анатолий Разумеев говорил в жесткой форме. Устраивает, скажу честно, откровенно. Устраивает качество, устраивает архитектурные решения, устраивает дизайнерские решения, которые сегодня уже приняты, утверждены, согласованы. Это все устраивает. Не устраивает темпы, не устраивает динамика, с которой мы сегодня работаем. Так, реконструкцию мемориала «Вечный огонь», что по улице Комарова, планировали закончить к 9 мая. То ли силы не рассчитали, то ли в сроках ошиблись. Но по всему видно, до кончания работ еще далеко. Улицы Синева и Ленина – это особая тема, подчеркивает глава. Здесь, похоже, пора менять подрядчика. Укладка плитки в этом районе уже как притчевый азысах. Мы просто уже из этого объекта сделали позорище. Пример сегодня Новороссийск. Там проблем, поверьте, не меньше, чем у нас с вами. Ну, они вот идут, идут, и делают, и делают, и каждый день, каждый день хоть по одной плитке колоть. У нас, если бы мы каждый день колотили по 10 метров квадратных плитки, по 10 метров мы бы уже полгорода выложили в плитку. Далее говорили о детской спортивной площадке. Ее обустраивают по улице Свердлова. Торжественное открытие планируют 1 июня. Там же организуют и детский праздник лета. Все работы по благоустройству и реконструкции, что необходимо провести в Крымске, решили разделить на два этапа. Первый нужно закончить до 7 июля, то есть до трагического дня. Это дата, когда не только Крымск, но и вся Россия будет скорбить по погибшим в наводнении. Вторую часть объектов завершат до 1 ноября. Мы сегодня должны с вами определиться и все-таки, ну, хотя бы приблизительно, плюс-минус 10-15 дней, назвать сроки завершения тех объектов, которые мы с вами начали. И определить те объекты, которые нам необходимо будет в ближайшее время начать и в течение этого года закончить. Ритм некоторых работ должен быть как минимум раз в пять быстрее, говорит глава. Свой контроль он обещает ужесточить, а при необходимости принимать кардинальные меры. И подобные совещания будут проходить еженедельно. Марина Андрос, Анатолий Мажухин. Новости. 24 Крымск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова